В пятницу 13 октября 1307 года для Верховных Рыцарей Ордена Тамплиеров начался настоящий кошмар. В эту Черную Пятницу несколько сотен из них были вызваны в Париж. 620 рыцарей были арестованы без предупреждения и брошены в тюрьму. Им было предъявлено обвинение в самом ужасном из всех преступлений – ереси. Однако Тамплиеры были героями христианских войн, своего рода спецназом, принимавшим участие в средневековых крестовых походах. Так почему же этих преданных своей вере славных рыцарей заставили встать на колени? Наконец, благодаря одному документу, считавшемуся потерянным в течение семи веков, мы можем узнать всю правду о балчности и политических играх, которые привели к краху этой легендарной военной элиты Европы. Тайны Креста. Загадка Тамплиеров. Иерусалим. Колыбель христианства. Самый значимый город средневекового мира. Если вы посмотрите на карту Иерусалима эпохи крестовых походов, вы увидите, что город изображен на ней как центр мира. В течение веков Иерусалим неоднократно подвергался вторжениям и разрушению. Однако знал город и периоды относительного спокойствия и религиозной терпимости. Впрочем, терпимость закончилась в XI веке, когда турки-сельджуки, бывшие мусульманами, захватили город, священный для христиан и иудеев. Напряженные отношения между турками-мусульманами и христианскими паломниками вылились в насилие и свидетельство о массовых погромах. Ислам быстро распространялся на Ближнем Востоке, и соседняя Византийская империя испытывала на себе его давление. Христианские паломники и святыни Иерусалима оказались под угрозой, поэтому в 1095 году Папа Урбан II обратился к христианам Западной Европы с призывом идти на восток и вернуть святую землю в боях с мусульманами. Началась одна из самых кровавых священных войн в истории. Очень скоро десятки тысяч человек, в основном те, кто не был воинами и даже никогда не покидал своих деревень, откликнулись на призыв Папы и устремились на восток. За четыре года христианские захватчики из Западной Европы овладели Иерусалимом. Именно в рядах крестоносцев и зародились тамплиеры. Уникальное сочетание монахов и воинов, крепких в своей вере. Их обязанности – охранять новообразованное христианское Иерусалимское королевство и защищать паломников. Впервые в истории был образован священный орден, который должен был взять руки оружия и подчиняться одному только Папе. Именно тамплиеры впервые реализовали идею о сочетании монашеского образа жизни с рыцарством и военной деятельностью. Они жили, следуя монашескому уставу. Их дни были посвящены молитвам, тренировкам и уходу за снаряжением. Тамплиеры возникли, как элитное подразделение. Известные своей отвагой и духовной чистотой, они также славились, как беспощадные защитники своей веры. Впервые появившись на мировой арене, они вскоре захватили воображение многих. Люди считали образование ордена правильной мерой. Когда слухи об их победах докатились до Европы, тамплиеры превратились в своего рода супергероев христианского мира. Основанные всего девятью благонамеренными членами знати, орден стал быстро разрастаться, завоевывая себе высокую репутацию. Они быстро стали легендой и поводом для возникновения тайн. Мифы, слухи и легенды просто витали в воздухе. И они сами, по-видимому, раздували их, по крайней мере, точно не препятствовали их распространению. Фактически можно сказать, что на протяжении почти всего развития ордена они прятались за этими мифами. Один из современников, Бернард Клервоски, описал их так. Сильные воины с одной стороны, а с другой монахи, ведущие борьбу с пороками и демонами. Общество людей, в которых нет страха. Они не боятся смерти и хранят уверенность в том, что перед лицом Господа окажутся его мучениками. Менее чем через два столетия после образования ордена самые прославленные христианские воины Средневековья, которые жили и умирали под крестными знаменами, были арестованы и брошены в тюрьму по обвинению в ересе. Общественная реакция на арест тамплиеров была крайне бурной. В Германии, где тамплиеры пользовались огромной популярностью, начались массовые волнения. А монархи Испании и Португалии не поверили обвинениям. Никто не мог поверить в то, что тамплиеры, герои христианского мира последних 200 лет, были арестованы по обвинению в ересе. После того, как почти за 200 лет тысячи тамплиеров погибли, сражаясь за свою веру, почему им вдруг были предъявлены обвинения в ересе? Париж. 1307 год. Тамплиеры были арестованы французским королем Филиппом IV. Им предъявлены обвинения в ересе после почти 200 лет участия в крестовых походах. Была ли в этих обвинениях хоть капля правды? Было ли у тамплиеров что-то, что они могли скрывать? С самого начала существования ордена тамплиеры были чрезвычайно скрытными. Их окружали многочисленные слухи, легенды и мифы. До сих пор пелена тайна окутывает орден тамплиеров, их секретные обряды посвящения, а также то огромное богатство, что они накопили, но которое так и не было найдено. Орден был тихо сформирован в Иерусалиме примерно в 1119 году, где-то через 20 лет после того, как полчища крестоносцев наконец овладели городом. Французский рыцарь основал орден, чтобы охранять паломников на Святой Земле. Каким же образом впоследствии их крепости и церкви появились по всей Европе? И как они овладели состоянием, способным конкурировать с европейскими монархами? Ответ может скрываться в их репутации стражей священных реликвий. Реликвии, которые также покупались и продавались. Реликвии были своего рода статусными атрибутами Средневековья. Собирать их было более почетно, чем деньги или драгоценности. Реликвии, представлявшие наибольший интерес для средневековых коллекционеров, происходили со Святой Земли. Их искали, за них сражались, им поклонялись в монастырях и соборах по всей Европе. Тамплиеры были известны во всем мире как хранители реликвий, в частности, имевших отношение к жизни Христа. Одной только подписи Тамплиера было достаточно, чтобы подтвердить подлинность реликвии. Часть разгадки тайны о том, почему был канонизирован король Людовик IX, скрывается в факте покупки им двух важных реликвий. Фрагмента честного животворящего креста Господня. Христиане верят, что это фрагмент креста, на котором был распят Иисус, а также терновый венец. Обе реликвии были куплены Людовиком Святым в эпоху расцвета Ордена Тамплиеров. Людовик Святой спроектировал и построил эту часовню как хранилище реликвий, огромное хранилище для купленных им реликвий, имевших отношение к жизни Иисуса Христа. Тогда, как и сейчас, люди верили, что реликвии обладают божественной силой, способной творить чудеса и исполнять желания. Реликвии Людовика Святого, а также великолепная готическая церковь, построенная им в Париже для их хранения, внезапно превратили Францию в важное место паломничества. Реликвии принесли могущество и авторитет, а также идея о том, что Париж может стать новым Иерусалимом Европы. Иерусалим был главным местом происхождения реликвий, имевших отношение к жизни Иисуса Христа. Темплиеры обосновались на Храмовой горе, вот в том районе, в южной части Храмовой горы, где сейчас находится мечеть Алякса. И именно мечеть стала главной резиденцией ордена темплиеров. Так что они расположились в самом исторически значимом районе Иерусалима. Также Храмовая гора – это место, где, по предположению, стоял первый иудейский храм царя Соломона, и где в Святая Святых находился ковчег Завета Господня. Более чем через тысячу лет сюда переселились темплиеры, чтобы обеспечить безопасность христианских паломников. Однако обширные туннели, найденные в горе, стали поводом для легенд о рыцарях, охотившихся за сокровищами и священными реликвиями. У одного археолога есть более рациональное объяснение. Конечно, они вели раскопки на Храмовой горе, в этом не может быть сомнений. Мы знаем, что они планировали постройку множества сооружений, включая склады, бани, а также новый дворец. А для этого необходимо было углубиться в Храмовую гору. И они также могли прорыть в Храмовой горе проходы. Это подземный туннель, обнаруженный Чарльзом Уорреном в 1867 году. В те времена туннель был заполнен сточными водами, и он проплыл по нему на деревянной двери. Это один из многих сотен туннелей, прорытых под Иерусалимом, и в частности, под Храмовой горой. К счастью, туннель уже давно был осушен от сточных вод. И хотя продолжают ходить легенды о таинственных поисках святых реликвий, настоящими сокровищами Храмовой горы можно считать эти стены и камни, те же самые, что когда-то были домом тамплиеров. Это средневековые ворота, но построены они были в римский период. Мы можем быть уверены в том, что из всех ворот западной части Храмовой горы темплиеры пользовались именно этими воротами. В течение веков Иерусалим несколько раз разграблялся. Крестоносцы были лишь одними из многочисленных интервентов, делавших это и искавших здесь сокровища, и в том числе священные реликвии. Несомненно, у тамплиеров была страсть к реликвиям. Это было их настоящей манией. И те, кто пришли в эту страну, были готовы убивать не только иудеев и мусульман, но также и местных христиан, ради продвижения в своих поисках. Одной из наиболее известных реликвий, связанных с тамплиерами, является Туринская плащаница, в которую, как верят многие, было завернуто тело Иисуса Христа и на которой остался отпечаток его лика. Однако, как и во многих других легендах, окутывающих орден тамплиеров убедительных доказательств нет. Лишь предполагается, что эти загадочные рыцари могли привезти священную плащаницу из Святой Земли во Францию. У них был способ. У них были корабли, которые постоянно ходили в Святую Землю и обратно. И не стоит забывать, что тамплиеры были религиозным орденом, обладавшим высоким авторитетом. Другая легендарная реликвия, связываемая с темплиерами, это Святой Грааль, который, как традиционно считается, был чашей или блюдом, благословленным Иисусом во время Тайной Вечери. Впервые Грааль был упомянут в романтической повести французского поэта Кретьена де Труа, жившего в городе Труа, исторической столице Шампани. Известно, что первые девять рыцарей, создавших орден, также провели некоторое время в этой области. Сами темплиеры были родом из мест неподалёку от Труа, так что, возможно, Кретьен мог слышать что-то от вернувшихся крестоносцев, которые, в свою очередь, слышали от темплиеров об этом таинственном Граале. Грааль описывается по-разному. В первоначальном изложении Грааль — это блюдо. Средневековый французский поэт Робер де Борон описывает Грааль как чашу, в которую Иосиф Аримофейский собрал кровь казнённого Иисуса. Иные предполагали, что это скорее духовное, нежели материальное сокровище. В поэме Вольфрома фон Эшенбаха Парцефаль ищет Грааль, который описывается как камень. Этот камень может быть символом много чего, например, пробуждение благодати Господней. Однако, как всегда, Грааль, оказывается, невозможно свести к некой единой форме. Как бы он ни воспринимался, идея о том, что святой Грааль может быть где-то спрятан, по-прежнему не даёт многим покоя. И хотя существуют косвенные доказательства причастности тамплиеров к истории с Граальом, известно, что эти загадочные рыцари занимались гораздо более практическими вещами. Тамплиеров никогда не принуждали к рассказам о том, чем они занимались. Все считали, что они просто сражаются на Востоке. Однако, они также хорошо умели делать деньги. Орден тамплиеров стал обширной многонациональной корпорацией. Они строили замки и церкви по всей Европе, а также изобрели международную банковскую и чековую системы. Путешественники оставляли деньги в одной общине ордена и получали бумагу, которая могла быть обменена на наличные в другой. Эта средневековая версия дорожных чеков получила популярность у паломников, отправляющихся на Святую Землю и возвращавшихся из неё. Хотя церковные законы запрещали начисление процентов, взимание платы за услуги и другие налоги принесли тамплиерам огромные богатства. Ликвидность их денежных операций на Востоке обеспечивалась такими местами, как это. Здесь были фермы. Тамплиеры вели дела с винодельнями, виноградниками, дубильными и черепичными фабриками. У них была хорошо налаженная сеть деловых отношений. Они, если угодно, были первыми капиталистами. Купцы и члены королевских семей также вкладывали деньги в орден в надежде на то, что это поможет им купить себе место на небесах. И тамплиеры были свободны от уплаты налогов. Сильные и могущественные они были людьми Папы Римского. После самой католической церкви орден тамплиеров был одной из богатейших организаций Европы. Не мог ли этот факт стать одной из причин их падения? Хотя принадлежавшие ордену банки приносили большие доходы, рыцари теряли территории на Святой Земле. К середине 12 века в истории крестовых походов произошел перелом. В 1187 году султан Саладин возглавил обновленное войско мусульман. Битва при Хатине, случившаяся в 112 километрах от Иерусалима, стала началом конца. Большой ошибкой армии крестоносцев было то, что они встретились с Саладином на его условиях и в разгар летней жары. Они шли на восток, опаленные солнцем, и ранним утром 4 июля обнаружили, что окружены гораздо более мощной армией. Поражение было быстрым и безоговорочным. Армия христиан численностью 20 тысяч человек, в числе которых была тысяча тамплиеров, была разбита. Уже через три месяца, в октябре 1187 года, Иерусалим был захвачен Саладином. Тамплиеры были вынуждены покинуть храмовую гору. Четыре года спустя они перенесли свою крепость в Акко, город в Святой Земле на побережье Средиземного моря. Темплиеры, у которых было достаточное количество кораблей, перевезли всё своё снаряжение и войска в морской порт Акко и превратили город в свой главный штаб. Хотя движение крестоносцев на востоке постепенно сходило на нет, тамплиеры отказывались уходить и продолжали вести войну из крепостей, подобных Акко. Но даже их силы начали истощаться. Через сто лет и после ещё шести жарких походов всё было кончено. В 1291 году темплиеры, наконец, покинули Святую Землю. Темплиеры отступили в Европу, а многие из них вернулись во Францию. Они всё ещё намеревались взять реванш. Жак де Моле был назначен великим магистром ордена, и он пообещал выполнить эту задачу. 16 лет спустя пожилой воин всё ещё мечтал вернуть Иерусалим. Но теперь его орден столкнулся с новым врагом – королём Франции Филиппом IV. Филипп был внуком великого собирателя реликвии Людовика IX, святого короля. Он был человеком крайности и с комплексом Христа. Филипп был необычайно чистолюбивым королём, и одним из главных его побуждений было желание стать первым среди христианских монархов Европы. И он не останавливался ни перед чем, чтобы добиться этого статуса. Филипп думает, что как прямой потомок Людовика Святого, он является воплощением Христа на земле. Он не просто король, он и есть сам Христос. Но король испытывал трудности. Филипп занимал у темплиеров деньги, чтобы финансировать войну против англичан, и к 1307 году он отчаянно нуждался в средствах. Его королевство было на грани банкротства, и ему нужны были деньги темплиеров. А к началу XIV века необходимость в существовании крестоносцев уже отпала. Вне контекста крестовых походов темплиеры были весьма уязвимы. Их банки были заполнены деньгами крестоносцев, и король знал это. Писатель Шон Мартин утверждает, что король захотел завладеть этими богатствами, когда при помощи темплиеров спасся от разъяренной толпы. Филипп укрылся в парижском замке Тампль в июне 1306 года. Он проводил девальвацию денег, и однажды это привело к тому, что разъяренная толпа погналась за ним по улицам Парижа. Ему пришлось укрыться в замке, и именно там он увидел некоторые из сокровищ темплиеров. Там было золото, монеты и так далее. Филипп решил устранить темплиеров и забрать себе их денежные запасы. Однако они были не подвластны ему. Только папа мог на законных правах управлять орденом. Королю нужно было дестабилизировать их. Слухи о темплиерах определённо распускались самим Филиппом IV, чтобы обесчестить их и запятнать их репутацию. Эти слухи были своего рода ядом, с помощью которого король очень искусно старался вредить ордену. Затем, в 1307 году, уже подпортив репутацию ордена, король неожиданно перешёл в наступление, арестовав Жака де Моле и всех темплиеров Парижа. В недрах Парижского национального архива хранится один из приказов об аресте, разосланных по всей Франции к печально знаменитой дате Пятнице 13-му. Филипп IV обвинил темплиеров в скрытности, заявив, что за закрытыми дверями они занимаются противоправными действиями. Они были обвинены во взяточничестве и садомии. Также им были предъявлены обвинения в идолопоклонничестве, в том числе поклонении кошкам. Завершала перечень самое страшное обвинение – ересь. Обвинение в ереси было самым страшным, потому что орден был основан для защиты веры, а ересь – это предательство веры. Поэтому такое обвинение было достаточно серьезным, чтобы привести к краху ордена. Магистру ордена Жаку де Моле были предъявлены обвинения в 104 нарушениях, а также в ереси. Он отдал 42 года своей жизни преданному служению ордену. Разумеется, обвинения Филиппа не могли быть приняты всерьез. Но затем, две недели спустя, как гром среди ясного неба, великий магистр ордена сделал полное признание, приняв обвинение в ереси. Признание Жака де Моле в октябре 1307 года, через две недели после ареста, очень сильно повредило репутацию ордена и пошатнуло ее в глазах общественности. Героям христианского мира угрожала смерть, как еретикам. Но что же заставило Жака де Моле сделать признание? Мог ли теперь кто-либо уберечь их от расплаты самой большой ценой? После двухсот лет сражений под крестными знаменами на Святой Земле, великий магистр тамплиеров запятнал репутацию ордена, признавшись в ереси. Французский король одерживал верх в этой войне против ордена. Но какую же награду он ожидал получить? Парижский замок Тампль был хорошо укрепленным сооружением, в котором тамплиеры хранили все свое состояние. Тамплиеры давали денежные ссуды как королю, так и зажиточным парижанам. Теперь, когда король заключил под стражу пятерых лидеров ордена в замке Шенон, а сам великий магистр признался в ереси, деньги стали казаться ему немного ближе. Но каковы были истинные причины неожиданного признания Демоле? Пытки. Пыткам на дыбе подвергали как молодых, так и пожилых заключенных. Применялась дыбоподвес, лебедка, которая сбрасывала связанного Тамплиера с большой высоты, причиняя ему жестокие увечья. Священнику Бернару де Вадо обмазали ноги жиром и поджигали их до тех пор, пока у него не выпали кости. Филипп Четвертый прибег к пыткам, потому что в то время пытки были обычной следственной практикой. Он пытал их не для того, чтобы они сказали правду. Он делал это за тем, чтобы они сказали его правду. Однако все шло не совсем так, как того хотел Филипп. Поскольку рыцари-тамплиеры были религиозным военным орденом, они находились под прямой протекцией Папы Римского. Ни английский, ни французский король не имели над ними прямой власти. Папа был единственным человеком, кто мог спасти темплиеров. Однако в тот исторический период власть Папы была крайне слабой. Клемент Пятый был не более чем марионеткой, под властной прихотям Филиппа Четвертого. Король самолично расправился с предыдущим Папой и настоял на назначении на этот пост Клемента Пятого. Филипп постоянно следил за тем, чтобы Папа знал, кому принадлежит реальная власть. Доверенные лица Филиппа Четвертого писали множество анонимных писем, в которых обвиняли Папу в ереси. Это было попыткой подорвать репутацию у Папы со всех сторон. Они даже распустили слухи о том, что у него была интрижка с одной прекрасной дамой, женой французского дворянина. Клемент Пятый был вынужден подчиниться воле французского короля, который хотел держать своего марионеточного Папу на коротком поводке. Впервые в истории институт Папства был перемещен из Ватикана в другое место. Папу Клемента Пятого заставили переехать во Францию в город Авеньон. Папа Клемент Пятый хотел уехать в Италию, в Ватикан, так как там для него было бы безопаснее, но его много раз останавливали. Французский король держал его у себя практически как заложника. Однако в руках у Папы оставался единственный ключ к спасению темплиеров. Вынужденный проверять любые признания в Ересе, Клемент начал папское расследование. Темплиеры по-прежнему должны были держать ответ, однако на этот раз перед церковью, а не перед следователями короля. Правда, об этом расследовании оставалось неизвестной до сих пор. Находка одного важного документа поможет переосмыслить историю Клемента Пятого и следствие над тамплиерами. В 2003 году историк из Ватикана доктор Барбара Фрейля нашла в Ватиканском секретном архиве документ, получивший название «Шинонский свиток». Он считался потерянным в течение 700 лет. Шинонский свиток это оригинальный документ, в котором зафиксирован ход расследования комиссии кардиналов дела великого магистра тамплиеров и других важных фигур в Ордене. Во времена Клемента Пятого все бумаги по делу тамплиеров аккуратно складывались в один каталог. Однако после того, как Наполеон совершил налет на папские архивы и перевез их во Францию, каталог оказался разбит на части и многие документы были утеряны. Шинонский свиток фактически оправдывает темплиеров, но он также дает основания полагать, что они все же раскаялись после того, как папское расследование уличило их в аморальном поведении. Когда началось папское расследование, три кардинала Клемента Пятого отправились в тюрьму замка Шинон. Не отказываясь от совершенных ранее признаний в Ересе, лидеры тамплиеров в общих чертах повторили те же признания людям папы. По большей части они относились к ритуалам посвящения, которые были тайно приняты орденом на соборе в городе Труа почти двумя столетиями ранее. Именно здесь они приняли свой официальный кодекс правил. В нем утверждались нормы принятия в орден новых членов, а также порядок проведения церемонии посвящения. Они надежно блюли секретность этих правил. Они охраняли их от распространения за пределами ордена. Согласно официальному кодексу тамплиеров, кандидату задавался вопрос, готов ли он был стать слугой и рабом ордена навсегда. Его предупреждали, что в случае, если он спутается с женщинами, его закуют в тяжелое оково. И, наконец, в момент вручения новобранцу одеяния тамплиеров над ним читался псалом. Однако, несмотря на отпущение грехов папой, содержащиеся в шинонском свитке признания тамплиеров приподняли завесу таинственности, окружавшую их ритуалы посвящения, и то, что всплыло на свет Божий, потрясло всю Францию. Согласно их признаниям, в ходе обрядов посвящения тамплиеров заставляли отрекаться от Христа. В переводе показаний данных тамплиером Жефруа де Шарни описывается, как один из рыцарей передал ему распятие и сказал отречься от Христа вместо того, чтобы верить в него. Гуго де Парро признался в том, что в ходе церемонии посвящения тамплиера нужно было отречься от Христа и плюнуть на распятие. Жак де Моле повторил признание, данное им королю, в котором сказал, что в ведущей церемонии показал ему распятие и сказал, что он должен отречься от того Бога, чье изображение он видит на этом распятии и что он также должен плюнуть на распятие. Другой тамплиер Гуго де Парро по всей видимости обрисовал детали еретического поведения и сексуальных извращений среди проходящих обряд посвящения. После вручения одеяния кандидатам приказывали осквернить распятие и поцеловать его вниз спины, в пуп и затем в губы. Однако продолжал он отречение от Христа происходило лишь на словах. Это не имелось в виду на самом деле. Что касается поцелуев, как говорят некоторые ученые, в ордене это было способом указать новобранцу его место. Поцелуй был унижающей частью церемонии для нового тамплиера. Ему давали понять, что он должен подчиняться и слушаться своих начальников. и убедиться к своему супериору. Гуго де Поро по всей видимости также признался в поощрении гомосексуальности, а в глазах церкви это было кощунством. Он обязал их воздерживаться от общения с женщинами, а если они были не в силах сдерживать свою страсть, то присоединяться к братьям ордена. Они устраивали ритуалы повиновения. Это были ритуалы неподобающего и непристойного для религиозного ордена характера. Признания тамплиеров подвели черту под перечнем их еретических прегрешений. По всей видимости, они предавались гомосексуализму, отрекались от Христа и оскверняли распятие. Первые признания тамплиеров были добыты Филиппом IV путем пыток. Но поступали ли таким же образом люди-папы? Мы с уверенностью можем сказать, что в следствии, проводимом людьми-папы, над тамплиерами пытки не применялись. Тем не менее, темплиеры оказались в большой беде. Великие магистры и его заместители признали свою вину перед представителями высшей церковной власти. Оставался лишь один слабый шанс уйти от смертного приговора. Если папа официально отпустит им их грехи. Отпущение грехов было необходимо для их спасения, так как предъявленные им обвинения в Ерисе были крайне серьезными. По закону, прощение было невозможно без отпущения грехов. На протяжении веков многие считали, что папа осудил тамплиеров, хотя на самом деле он спас их. Шинонский свиток подтверждает, что он безоговорочно отпустил грехи де Моле и другим лидерам ордена. Существовала тенденция полагать, что церковь осудила тамплиеров. Однако это неправда. Если бы папа по-настоящему подозревал их в Ерисе, он бы никогда не позволил им получить причастие. Папа отпустил тамплиерам грехи, так как верил, что они совершали еретические поступки в качестве проверки на крепость духа, чтобы подготовить себя к тем испытаниям, с которыми они могли столкнуться, защищая свою веру от врагов мусульман на святой земле. Это была своего рода ролевая игра, проверка на послушание. Только сильные, дисциплинированные, мужественные люди нужны были на святой земле для сражений с мусульманами, которые при помощи силы заставляли своих пленников-христиан отрекаться от своей веры либо принимать смерть. Однако сохранились и другие свидетельства, говорящие о том, что не все тамплиеры были свято преданы христианской вере. На стенах тюрьмы в замке Шинон заключенные темплиеры оставляли странные рисунки. Среди различных геометрических фигур на одной из стен отчетливо виден символ Венеры, древнеримской языческой богини любви. Изображение цветка, растущего из сердца на другой стене подразумевает под собой греческую аллюзию на ту же богиню, известную в Греции под именем Афродита. Обе эти богини языческие, а в глазах церкви иметь какое-либо отношение к язычеству определенно означало быть еретиком. Часть обвинения основывалась на подозрении в поклонении ужасному идолу, отрубленной голове по имени Бафомет. Один из множества слухов о темплиерах и храмовой горе заключался в том, что в горе они нашли одну реликвию, и это было не что иное, как отрубленная голова Иоанна Крестителя. Если темплиеры и правда поклонялись Бафомету, то такое обвинение в ересе было крайне серьезным. Помимо языческих надписей и отрубленных голов, поведение темплиеров также ставило под угрозу их репутацию набожных христиан. Хотя они и были защитниками христианского мира, темплиеры были также обычными людьми, состоявшими из плоти и крови, со всеми вытекающими последствиями. Это подтверждается одним высказыванием тех времен – «пить как темплиер». Невозможно достоверно установить, совершали ли темплиеры еретические поступки в целях тренировки или же нет. Однако не вызывает сомнения тот факт, что они в течение двух сотен лет погибали за христианство на полях сражений. И Папа отплатил им за преданность, официально отпустив им все грехи. Разумеется, Папа обладал высшей церковной властью. Получив прощение Папы, темплиеры становились чистыми. Теперь они были свободны от всех обвинений. Несомненно, темплиеры были спасены. Однако французский король, желавший их богатств, а также их гибели, не собирался сдаваться так просто. Филипп IV выложил свой последний козырь. Филипп IV начал шантажировать Папу. Либо тот признает крах тамплиеров, либо король Франции при поддержке французского епископата создаст самопровозглашенную французскую церковь, автономную от католической церкви. Это был дальновидный ход. Начать битву с Папой за религиозное влияние в Европе. Столкнувшись с дилеммой раскол церкви или сдача тамплиеров, Климент V уступил. Несмотря на отпущенные грехи, он выдал тамплиеров в руки врагов. В качестве окончательного предательства в марте 1312 года он упразднил орден рыцарей-тамплиеров. После двухсот лет крестовых походов и преданного служения христианству орден, описываемый как общество людей, не имеющих страха, прекратил свое существование. Однако в истории противоборства намечался еще один заключительный виток, который принес французскому королю страшное разочарование. Орден рыцарей-тамплиеров был упразднен в ходе борьбы за власть между королем и папой. Наградой победителю были их богатства, а сами они были ценой победы. Несмотря на то, что с них были сняты все обвинения, включая обвинения в ересе, папа Климент V уничтожил орден, оставив запятна на его репутацию. В потрепанной боях великий магистр ордена Жак де Малле провел в тюрьме уже более шести лет. Его силы были на исходе. Перед тем, как этот пожилой человек должен был публично подтвердить свое признание и осудить таким образом работу всей своей жизни, он отказался от своего признания, швырнув отпущение грехов в лицо папе. Он восстал. Он понял, что совершил ошибку и что вел себя неправильно. Он заявил, «Я никогда не допускал этих ошибок. Все это ложь. Орден чист, орден свят, и я защищаю его». Филипп IV улучшил нужный момент. Через несколько часов он приказал схватить 72-летнего старика и доставить его на берег сены для казни. Когда зажигали костер, де Малле попросил оставить ему свободными руки, чтобы молиться на собор Парижской Богоматери. Однако старый воин, по всей видимости, унес с собой одну великую тайну. Когда тамплиеры были повержены, люди короля совершили налет на их самый крупный банк, Парижский тампль. Он был пуст. Состояние тамплиеров в одной только Нормандии оценивалось больше, чем вся казна Англии. Тем не менее, ничего не было найдено. Вся борьба Филиппа IV с тамплиерами ради обогащения велась в пустую. Наличное состояние тамплиеров, золото, исчезло без следа. Оно не было найдено ни в одной из главных общин ордена в Лондоне, Париже и Вене. Мы просто не знаем, куда оно делось. Темплиеры, должно быть, получили некое предупреждение о планах Филиппа IV, что позволило скрыться рыцарям, занимавшим менее значимые посты. Могли ли они забрать с собой богатство ордена? Примерно в то же время, когда производились аресты, отсюда, из города Ла-Рошель, исчезла морская флотилия темплиеров. Никто не мог точно сказать, сколько здесь было кораблей и что на них было погружено. Но они просто исчезли с лица земли. Может быть, все-таки темплиеры получили возможность посмеяться последними? Лучшим местом для бегства для темплиеров и их сокровищ была Шотландия, где их мог защитить король Роберт Брюс. Однако по сей день ничего так и не найдено. Многие темплиеры были приняты в более древний конкурирующий орден рыцарей-госпитальеров. Перед началом арестов папа предложил двум орденам слиться воедино. Объединившись, они могли бы противостоять атакам короля Филиппа IV. Однако Жак-де-Моле отказался и заплатил самую высокую цену за пренебрежение планами папы. Он хотел объединить рыцарей-темплиеров с рыцарями-госпитальерами, чтобы создать новый орден с чистой репутацией, который будет способен снова захватить Иерусалим. Госпитальеры обрели статус неприкосновенных, и этот орден существует по сей день. Имея штаб-квартиру в Риме и статус наблюдателей в ООН, они являются старейшим в мире благотворительным учреждением. Что касается тамплиеров, то их когда-то многочисленный, могущественный и приносивший огромные доходы орден попросту исчез с лица земли. Однако некоторые реликвии, связываемые с ним, выжили. В 1357 году, неподалеку от места бывшего родины многих тамплиеров, уже Фруада Шарни, потомка одного из ближайших сподвижников Жака-де-Моле была найдена Туринская плащаница. Однако Святой Грааль так и не появился на свет Божий, отпечатавшись в веках одним из бесчисленных мифов о рыцарях-тамплиерах и их исчезнувших сокровищах. Тамплиеры были стерты с лица земли усилиями жадного короля и слабовольного папы, но они также потерпели крах во многом благодаря своим успехам, они стали жертвами своей собственной таинственности. Подобно легенде о Святом Граале последнее пророчество Жака-де-Моле отзывается в веках. На костре великий магистр прокричал, что встретится с папой-королем на суде Господнем в течение одного года. И действительно, и Филипп IV, и Климент V умерли через 8 месяцев. Однако могущественная легенда о тамплиерах продолжает жить. Уничтоженные из-за своей богатства эти герои многих войн за церковь были в конце концов преданы своим самым близким союзникам Папой. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.